Здравствуйте! На 39-м канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как глава курорта поздравил работников культуры с профессиональным праздником, о проектах Совета ветеранов Анапы, о достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. 30 марта отмечается День работника культуры Краснодарского края. В своем поздравлении мэр Анапы Василий Швец отметил, что в отрасли культуры трудятся талантливые и преданные своему делу люди. Наши творческие коллективы всегда достойно представляют Анапу и регион на самых престижных конкурсах, занимая призовые места. «Я искренне благодарен каждому из вас за подвижническую деятельность, за ваши горящие глаза и открытые души, за колоссальную работу, которую вы проводите с детьми с самых ранних лет, закладывая в них такие важнейшие ценности, как гуманизм, духовность, любовь к родине и уважение к народным традициям», отметил Василий Швец. Сегодня в отрасли культуры Анапы работают более 900 человек. 112 творческих коллективов имеют звание Народный и Образцовый. Проекты Совета ветеранов Анапы получили общественное признание. Традиционную награду от региональной общественной палаты в Краснодарском государственном институте культуры вручили председателю Совета ветеранов города-курорта Александру Смирнову. В номинации «Патриотическое воспитание» были отмечены проекты «Мы забыть никогда не сможем», «Патриотические инициативы Кубани» и «Не забыть прошлого», «Верить в будущее», «Ценить настоящее». Поздравляем Совет ветеранов с достойной наградой. Желаем новых инициатив и ярких побед. В Анапе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гостя курорта по статьям «Хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью». Напомним, в июне 2023 года рядом с одним из ночных клубов Витязева произошла массовая драка с применением травматического пистолета. Полицейские оперативно установили причастных и задержали трех участников драки. По данным следствия, обвиняемый, находясь около ночного клуба, вел себя агрессивно, нецензурно выражался, грубо нарушал общественный порядок. В результате конфликта между группами мужчин он выстрелил из травматического пистолета в одного из участников потасовки, ранив его в ногу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе полиции Кубани. В Анапе в школе номер 30 имени Андрея Туркина прошло открытие кадровой школы «Продвижение». Учащиеся школы пройдут обучение по программам «Вожатый» и специалист службы сервиса. В программе практика организации массовых мероприятий, тренинги, мастер-классы и обучающие квесты от ведущих специалистов России. Каждый второй обучающийся кадровой школы будет трудоустроен. По завершению обучения состоится практический семинар кадровой школы «Продвижение» на базе детского санатория «ВИТА». По результатам обучения ребята сдадут выпускные испытания и получат сертификаты. Стоит отметить, что это первое общеобразовательное учреждение, в котором дан старт и началась реализация проекта Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Подведены итоги конкурса чтецов «Я славлю родину свою». Более 6,5 тысяч зрителей с помощью онлайн-голосования выбрали 11 претендентов на победу из 25 учащихся казачьих классов и актива Анапского отделения Союза казачьей молодежи. Финал состоялся в библиотеке номер один имени Лихоносова, где ребят оценивало жюри, в состав которого вошли ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, председатель Совета ветеранов Александр Смирнов, настоятель храма Серафима Саровского, протеерей отец Александр. Все чтецы вложили частицу души в произведения, которые представляли публики. По итогам состязания судьи отдали победу Ангелине Ачаян, школа номер 18. На втором месте Дарья Капустина, школа номер 16. Третью ступень пьедестала разделили Семен Зубенко, кадетская школа имени Старшинова, и Эльдар Аказов, школа номер 16. Поздравляем всех лауреатов с отличным результатом. Желаем Ангелине победы на региональном этапе конкурса в Краснодаре. 9 апреля в городе-курорте проведут акцию «День беременных». Цель проведения акции – содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. Осенью 2023 года «День беременных» прошел в 81 регионе Российской Федерации. Краснодарский край и Анапа не стали исключением. В большинстве регионов мероприятия проводились одновременно двумя-тремя государственными министерствами и ведомствами, а также усилиями социально ориентированных некоммерческих организаций. Организаторами весенней акции в городе-курорте выступят городская больница Анапы, Анапский филиал МПГУ и женское движение «Единой России». В этот день женщины послушают лекции, мифы и реалии родов, особенности адаптационного периода новорожденного шкала Абгар, отношения после родов, как сохранить близость и счастливый брак, позитивные аффирмации для будущих мам, путь желаний. Предварительная запись на акцию по номеру WhatsApp, плюс семь девятьсот восемнадцать триста сорок четыре семьдесят шесть сорок ровно. Место проведения акции – город Анапа, улица Астраханская, восемьдесят восемь. Анапский сумоист стал призером первенства России в Казани. В Республике Татарстан прошло первенство России по борьбе сумо среди юношей до пятнадцати, семнадцати и девятнадцати лет. В Казань приехали около тысячи спортсменов из тридцати двух регионов страны. Воспитанник спортивной школы номер пять Данила Гурцов в весовой категории до сорока килограммов среди юношей до пятнадцати лет, выиграв пять встреч. Но в финале уступил борцу из Нижегородской области и стал серебряным призером первенства России. Поздравляем тренера Виталия Лейба и спортсмена с достойным результатом. Анапские спортсмены показали достойный результат на чемпионате Южного федерального округа «Локобаскет» Школьная лига и вышли в суперфинал в Краснодаре. В сборную Краснодарского края представляли учащиеся гимназии Эврика, Анапы, а также учащиеся из города Сочи и станицы Павловской. Большинство ребят – воспитанники нашего клуба и игроки сборных команд баскетбольного клуба «Жара». Соревнования проходили в напряженной и эмоциональной обстановке. Каждый соперник по силам не хотел уступать другому. На групповом этапе, проиграв сборной Ростовской области с небольшой разницей в счете, наша команда смогла взять реванш у этого соперника в полуфинале и в овертайме с преимуществом в два очка одержать победу. Финальная игра против Волгоградской области не принесла победы, но серебряные награды позволили пройти в суперфинал. Также парни удостоились индивидуальных наград. Данил Рачков – лучший нападающий в финала ЮФО. Потап Творжинский – победитель конкурса бросков. Поздравляем тренеров Максима Забелина и Никиту Князева. И всех ребят с достойным результатом. Далее прогноз погоды в городских подробностях. Во вторник, 2 апреля, нас ожидает солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Влажность воздуха составит 68%. Ветер подует с юга со скоростью 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальные информации, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания.